Инвесторы, с вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кепитал. Как всегда у нас по пятницам открытый микрофон. Сегодня у нас будет разбор сделок, сделок моих учеников, а также разбор рынка. Возможно будут даже какие-то торговые рекомендации. Итак, давайте начнем. Со сделочек, сделки моих учеников. Очень хорошие сделки получились на текущей неделе. По разным инструментам, как основным мажорным валютам, так и золоту, криптовалюта биткоин. Итак, первая сделочка от Алексея, это шорт австралийского доллара. В принципе была неплохая модель. Это скальпель, такой был взяток около 30 пунктов. Был хороший уровень, хорошая модель. Мы видим на графике, да, модель отрисована. Контртренд сделка. Я тоже этот момент видел на рынке. Он, в принципе, отработался неплохо, около 50 пунктов. Но я ожидал, ожидаю с этого момента, что рынок может уйти периодически больше. Да, там пунктов 100-150. Ну, дальше посмотрим. Вот, в принципе, этот пример по сарийскому доллару я отмечал. Своим ребятам с учениками разбирали сарийский доллар. Вот, контртренд. Он пока, как я уже сказал, сходил немного вниз. Есть дальше потенциал, но сегодня поговорим о рынке более подробно. О каких-то моментах. Дальше. Биткоин. Биткоин-доллар от Натальи, моей ученицы. Она шортила дважды данный инструмент. Вот, указана сделка от 10 июня. Это торговая рекомендация, которую я давал на битве аналитиков. Еще на прошлой неделе. Довольно неплохо отработался шорт. Взято достаточно солидное движение. И плюс, открыта новая сделка на текущей неделе. Мы этот момент с учениками обсуждали. Почти аналогичная модель. Там есть нюанс, конечно. Сделка, этот скрин я делал вчера. Точнее, позавчера. Вот, в районе 9500. Взят шорт с небольшим стопом. Около 100 долларов с копейками. Данная сделка, Наталья писала, что вчера перенесла без убыток. Данная сделка на текущий момент немножко плюсует. Около 200 долларов вниз идет. Посмотрим потенциал биткоина. В принципе, если отработается то, что я здесь ожидаю, можно взять очень сильное движение вниз. Есть один нюанс, который меня только смущал в данном шахте. И на текущий момент даже смущает вот этот выкуп, который был 15 июня. Сильный такой выкуп. И в принципе, это не исключаю, что это может быть импульс по тренду. Поэтому текущее снижение, это может быть как вариант коррекции. Мы дальше улетим наверх. Но в принципе, сделка сделана согласно торговым моделям, которые я обучаюсь и к ученикам. Правильный вход, правильная постановка стопа, сделка без убытки. Посмотрим, что будет дальше. Тем более, что уже на данном инструменте заработано неплохо. Поэтому в принципе, можно было рискнуть. Также текущая неделя 16 июня сделочка шорт евро-доллара от Натальи. Аналогично смотрим. Это контртренд сделочка уровня по модели плюс зеркальные модели. Здесь несколько моделей. Точка входа великолепная с небольшим стопом и сокрыта в небольшом плюсе около 70 пунктов. Вот. Указан шорт. Вот натянута сделочка в МТ4 платформе. закрыта на этих минимумах. Я данную сделку пропустил. Данный шорт в связи с тем, что я отдыхал в это время. Дальше. Немножко размыто. Это инструмент евро-иена. Делка Алексея. Он взял на этой сделке немного. Он скальпингом занимался. И прошлой и текущей недели. У него скальпинг сделки в районе 20-30-40-50 пунктов берет. Тоже аналогично торговая модель очень хорошая. Взят шорт. Я смотрел, данный инструмент отработал еще больше. Я на вчера смотрел, евро-иена отпадало около 200 пунктов. Поэтому в принципе данная модель позволяла взять столько пунктов больше 100-150 и больше. Но Алексей решил поскальпировать и заработать на этой сделочке. указан шорт. Мне нравится шорт. Почему? Точка входа правильная на часовика, уровня, плюс паттерн наш один правильная модель и на дневке аналогично. Золото это золото. То, что я вчера с учениками разбирал. Золото мы сегодня немножко обсудим. Я вчера ожидал шорт по золоту. Он в принципе произошел. Больше 100 пунктов золота от уровня, который я отметил, отпадало. Но пока на текущий момент то закрытие, которое было вчера, оно мне чуть-чуть не нравится. Поэтому я буду сегодня также советовать возможно шорты, но довольно скользкая ситуация. Но в принципе если учитывать те моменты, которые я советовал за последнее время по шортам по золоту за текущий месяц. Я давал шорт в начале месяца, он отработался на более 500 пунктов. Поэтому в принципе той прибыли, которую вы заработали, часть прибыли можно если кто-то прислушался с данным идеям, можно кинуть на текущий момент и заработать на нем потенциально. Если не пойдет, потому что есть посылки, часть прибыли можно потерять. Вот в принципе сделка еще одна Наталья, даже не одна сделка, а три сделки. Первая сделка это то, что я в прошлую пятницу по золоту, кто смотрел мой обзор, я советовал шортить золото со стопом. Вот у нас пятница. Наталья послушалась данной идеей, шортанула со стопом за хай четверга. В принципе, я так и советовал, можете посмотреть повторно. Это один из вариантов шорта. В принципе, неплохое движение взятое, это первая сделочка, вторая сделочка, тоже небольшой шорт взят. Выход был, скажем, здесь небольшая прибыль, почему? Потому что здесь начинали покупать, и здесь есть также такая трендовая, мы сейчас сегодня о ней поговорим. И вчерашняя идея, которую я обсуждал с учениками, плюс Наталья, сама данную идею использовала. В принципе, неплохой ложный пробой был, откатного уровня, и золото вчера неплохо сходило. Наталья вчера написала, что она вышла с шорта по золоту, то есть не понравилось то, что выкупает. В принципе, я ее понимаю, вот и есть выхода. Также сделка Алексея покупка канадского доллара. Здесь также была одна сделка моего ученика, я ее не взял, она по стоплоусу закрыта, то есть я показываю не только сделки с прибылью, рассказываю сделки с стоплоусами. Я ее не дублировал, потому что они одинаковые, покупка практически в той же зоне, там один из учеников покупал вот здесь, он в принципе немножко нарушил правила покупки, как бы логика общая верна покупке, но из-за того, что поставлен очень короткий стоп, его снесли, а так идея в ближайшее время принесла ему прибыль, а вот уже Алексей взял сделку правильно, после часового паттерна, который показывал, что на откате возможно рассматривать покупки плюс уровень, то есть первый ученик взял скажем идейно правильно покупку, но из-за того, что поставил короткий стоп, у него получился, вот он здесь брал получается какое-то число, 16 июня он покупал во второй половине дня, здесь на падающем локальном рынке, а вот Алексей взял на следующий день уже после подтверждения вот этой модели. Вот NZD аналогично как истрийский доллар мы с ребятами обсуждали со своими учениками, он отработался, но сегодня вкратце я его затрону, потому что есть какие-то идеи. Франк, франк, вчера я писал о покупках, я также покупал его, немножко небольшую прибыль взял, напомню на битве трейдеров кто смотрел в среду я давал шорт франка то есть вот в этом диапазоне он в моменте давал прибыль я шахтил лично немножко раньше в районе 95 я закрыл был сделку почему потому что я комплексно посмотрел на рынок в тот момент получается позавчера когда евро доллар уже задавили вниз я понял что там по евро доллару будут скорее шортовые моменты локальные я вышел с франка удачно в ноль и вчера только я перевернулся кто активно следит за тем видео которое я выкладывал ну которое на канале о маркет я в комментариях писал что я думаю по франку и по евро потому что там были вопросы от активных участников что я думаю по франку какие цели я написал что я пока по франку сортов вышел я их на данный момент не исключаю но вчера решил заработать на лонгах покупочка в данном районе была прибыль частично скинул вот на этом уровне локальном ожидал его повыше вчера возможно он сегодня уйдет но сейчас скользкая ситуация я сейчас перейду к рынку и расскажу это то что мы обсуждали плюс очень хорошая сделка Пепе это тот Пепе который получил стоп по канадскому доллару да я не отображал но рассказал и вот прибыль по шарту фунт иена он тоже скажем вышел очень рано со сделки он часть зафиксировал часть вышел не знаю по каким причинам писал в комментариях потому что данный рынок в принципе отработал те профиты которые он ожидал тоже хорошая модель это похоже очень на евро иену которые шаркал алексей практически одинаковые паттерны были по скажем инструментом с иеной то есть один ученик шаркал евро иену другой фунт иену и один из учеников который только на начальном этапе мы сейчас скажем виртуально изучаем рынок пока не торгуем он предлагал на днях шаркать шаркать кадм иену да вот смотрите три разных ученика и предлагали три разных инструмента по одной и той же модели почему они выбраны скажем именно не все выбрали евро иену потому что скажем так устроен психотип человека каждый видит рынок скажем и каждый подбирает свои инструменты которые он желает евро иена фунт иена и как иена выбраны в шорт не в принципе отработались конечно одно плохо что не взяли всю прибыль которые давали инструменты но как говорится лучше цениться в руках чем потенциальный стоп итак это по сделкам сделочки закрываем напомню если вам интересно изучить данный вид анализа рынка модельный трейдинг у вас есть возможность на сайте кухта капитал есть расписанная программа персональный наставник по модельному трейдингу здесь расписана программа все все указано есть отзывы учеников сейчас придем к рынку евро доллар евро доллар на текущий момент есть моменты которые меня смущают я скажем уже вчера явно видел шорт я писал в комментариях под прошлым видео и позавчера уже понимал что здесь скорее будут шахтовые моменты они конечно пока локально только отработались и сейчас меня этот момент очень сильно смущает когда начали вот здесь его задавливать позавчера понял что дальше будут продавливать и пробивать вот эту поддержку и ее пока пробили но нет никакой реакции что я на текущий момент думаю я здесь евро-доллар шахтить не буду шорт не исключая с данного момента я бы даже скажем подождал вот такой момент сегодня как закроется день если пойдет сильный импульс наверх таким образом закроется я бы с понедельника вторника среды среду уже бы присматривался евро-доллар возможно он уйдет скажем сильно очень наверх на 14 и там 115 и выше там 118 скажем потому что вот этот момент он мне смотрится как коррекционный но скажем как-то он что мне здесь не понравилось вчера когда пробивали вот эти минимумы нету какой-то реакции то есть сильного падения возможно так рынок будет идти по евро-доллару но вот этот момент меня сильно смущает поэтому я евро-доллар здесь трогать не буду уже шахтить потому что нету смысла я не люблю на пробой торговать уровня вот тот момент который вот здесь был Наталья сделку Натальи которая шахтила вот это была хорошая сделка я ее пропустил как уже сказал из-за того что был занят а точнее ходил на пляж отдыхал была хорошая погодка решил отдохнуть от рынка и скажем на текущий момент я лучше воздержусь вне рынка покупать здесь возможно но рискованно возможно с небольшим ставком за вчерашний минимум если есть трейдеры которые верят в рост евро возможно воспользоваться такой идеей потому что сейчас рынок такой смешанный поэтому все возможно я пока подожду подтверждение то что будет на рынке если вы помните смотрели все обзоры вот здесь я советовал покупочки да здесь я дальше советовал только только покупки здесь какие-то моменты с шортами происходили я советовал сейчас ситуация такая скользкая появились три медвежьих бара и зажимает вниз поэтому но нету какого-то такого сильного пробоя уровня как я ожидал поэтому сегодня я вне рынка по евро потому потому что у меня есть сделочка по доллар франку лонг который я вчера советовал своим клиентам которые покупали она скажем закрыта частично и частично там перенесена почти без убыток небольшой там несколько десятков пунктов поэтому если будет даже не сработает идея вот сейчас пойдем к франку вот на этом этапе я вчера советовал покупочки здесь частично скинули на локальном уровне и у нас на текущем что возможно по доллар франку как вариант с текущих будет сильный рост ну пунктов так 60 80 то и 100 или немножко ниже потом наверх да стопы у меня стоят за вчерашним минимумом тех рекомендаций которые я давал но если сегодня будут его продавливать сильно вниз я получу стоп уже буду на следующей неделе пересматривать свои идеи рассмотреть покупки евро потому что как уже сказал по доллару франку что-то не идет словить хорошего меня движения прошлый пятницу посмотрел обзор по доллар франк вот на этих минимум я не исключал планговую ситуацию там ждал получат подтверждение но как вариант советовал здесь покупочка не отработались на текущий момент ситуация с текущих я не буду советовать не покупать не продавать потому что здесь ситуация равнозначная как на покупку так и на продажу дальше фунт доллар по фунту очень похожая ситуация как по евро доллару почти почему потому что в принципе вот это все движение вниз оно может быть коррекционом по евро доллару и дальше мы пойдем сильно в рост это как вариант на текущий момент у нас шартовый скажем момент и аналогично как и по евро то есть вот у нас в принципе пробили минимум вот эти которые были на прошлой неделе да и по евро закрепление было и сегодня если у нас пойдет сильный и плюс наверх аналогично евро я уже с понедельника вторника буду буду рассматривать покупки если конечно они там нарисуются я уже буду смотреть по текущему моменту на битве трейдеров в понедельник в среду буду уже давать комментарии возможно торговые рекомендации шарты вот эти все я пропустил по фунт-доллару в принципе он у меня скажем и не стоял на листе торговок я еще в прошлую пятницу говорил в обзоре что он для меня неинтересный хотя здесь был уровень о котором я говорил в прошлых обзорах за ним нужно следить 26.50 он в принципе и отработался но как-то я его заигнорил но то движение которое было по фунту основное вот эти все покупки которые я советовал в данном диапазоне в конце мая они в принципе я здесь два раза советовал покупки они отстреляли себя очень хорошо поэтому есть моменты когда по инструменту я вне рынка вот аналогично австралийский новозеландский доллар с текущих ну в принципе мы уже находимся посередине вот этого канальчика кто шортил в принципе мои ученики шортили они уже в безубытках в принципе мы можем хорошо сходить вниз посмотрим какая ситуация сегодня будет по общему рынку евро фунт доллар пойдет ли оно все вниз потому что здесь тоже моменты такие скользкие у нас здесь сильный тренд вот эти все моменты ауди и нзд он контр это все контртренд поэтому с такими сделками нужно быть очень осторожным но здесь пока потенциал снижения сохраняется дальше что еще можно сказать по доллар и иене шорт идея отработалась в понедельник я советую покупки они немножко сходили там около 40 фунтов в среду говорил о потенциальном шарке я сам воспользовался шартовой идеей советовал своим клиентам шархить мы неплохо отработали я здесь зафиксировался на этой поддержке но на текущий момент пока доллар иена она шартовой есть уровень поддержки но такое ощущение что ее будут пробивать вниз и очень сильно ну посмотрим нефть по нефти что я могу сказать продолжился рост советовал на прошлой неделе шархить нефть она в принципе дала неплохое движение около 400 пунктов дальше был совет подтянуть стоп за вот этот хай 37 который у нас был поставлен 12 июня данная сделочка закрыта в плюс но по безубытку и на текущий момент я бы скажем посоветовал присмотреться к уровню по нефти в районе 40 я бы подождал если будет ложный пробой данного уровня с понедельника вторника вот эти хай если здесь будет хороший ложный пробой протоколочка в принципе у нас нефть возможно пойдет на снижение в район 35 если уже будет пройдет уровень 35 точнее 34 и 6 да у нас возможно более глубокое движение на текущий момент рынок смотрится наверх конечно есть уровни впереди если мы просто отобьемся без обновления хая скажем это уже другая картинка поэтому нефть пока я слежу за уровнем 40 я думаю это несколько дней нужно ложный пробой один там же по факту смотреть аналогично бренд тоже идет в рост по тренду здесь что у нас аналогичный уровень и хороший уровень 43.20 за этим моментом 43.20 я бы следил аналогично также наблюдал за уровнем 41.7 42 здесь у нас что получается сильный тренд пока признаков на шорт на данный момент нет если там с фундаментальной точки зрения все пока смотрится технически наверх итак перейдем к золоту золото у нас немножко корявенькая закрылась плохо вчера выше уровня в принципе наталья неплохо вышло 1721 уровень поддержки достаточно сильный мы с этого уровня можем и космос в принципе вот вот этот локальный тренд который отмечал у нас идет с 5 июня мы его поставили минимум 15 июня и всю неделю мы тестируем данный тренд пока он не будет пройден есть в принципе такие агрессивные рекомендации на продажу с текущих но они это касается только тех трейдеров которые заработали на прошлом снижении которые были рекомендации прошлую пятницу 300 пунктов сходили на позапрошлой неделе давала рекомендации там и 200 и 500 пунктов разную разный потенциал возможно было брать поэтому часть прибыли если кто-то заработал можно кинуть сегодня на шорт с топом за вчерашний хай но скажем ситуация мне не сильно нравится ну что-то здесь такое если я конечно ошибаюсь золотом то оно может хорошо прострелить посмотрим обновим хай вчерашний четверга или будем обновлять немножко в районе 1750 и я за этим уровнем еще буду наблюдать в районе 1000 точнее так давайте 1700 1744 1747 вот эта зона достаточно сильная для меня посмотрим еще реакцию на данный уровень посмотрим будет ли обновление 1765 пока это обновление не произойдет я остаюсь скажем медведем по данному инструменту плюс сантимент о котором я говорил достаточно медвежий так ну у нас остались еще индексы S&P 500 Dow Jones NASDAQ пока у меня по этим индексам идей нету никаких реально здесь пошли вот вот это то что скинули пятницу прошлый я говорил здесь какие-то рассуждал что будет коррекция шорт его не исключаю но вот сильный выкуп достаточно в начале недели выкупили на все практически падение сейчас что-то такое здесь нарисовали непонятно возможно и шортов я пока вне рынка нахожусь что по индексу S&P 500 Dow Jones NASDAQ не понимая что здесь происходит поэтому советовать ничего не буду пока смотрится крайне непонятно буду наблюдать за этим инструментом не исключаю что исторически мы можем обновить high 3400 который у нас был поставлен в феврале возможно и выше идем в район 4000 у нас еще впереди все лето вся осень напомню у нас в ближайшее время будет осенью выборы президента трампа до этого момента рынок если удержат это хорошо повлияет на потенциальный выигрыш трампа а уже после выборов трампа я думаю будет армагедон по рынкам если мы еще красиво поэтому ну биткоин в принципе по нему я уже обсудил уровень пока ключевой 3550 все что ниже данного уровня я пока рассмотрю нашел уже конечно низко шарки но если вы были моим учеником вы бы находились в группе закрытой трейлер скам клубе мы там активно обсуждали когда возможно шарки все нюансы у вас есть возможность всегда понимать рынок намного лучше нежели у вас на текущий момент поэтому на этом закончим будут вопросы пишите в комментариях ситуация сейчас неоднозначная по рынку каких-то хороших рекомендаций нету если они будут если рынок покажет я уже на битве трейдеров буду давать и то не всегда не всегда рынок понятно иногда нужно следить за комментарием потому что меняются ситуации могу ошибаться и вовремя скажем нужно переворачиваться так с вами был Виталий Кухтан будут вопросы по поводу обучения обращайтесь в телеграм пишите в фейсбук всем спасибо до свидания